В Тюменской области проходит областной военно-патриотический турнир «Команда ДВ». Он состоит из трех этапов. В первом участники сражаются в лучном бою. После показывают знания основ военной службы и в завершении сдают нормы ГТО. Победители отправятся на базу Черноморского флота. Подробности у Анастасии Нахрачевой. Чем отличается лейтенант от Мичмана, разобраться в военно-морских званиях может далеко не каждый. 16-летний Владислав заданием справился практически на отлично. Я в будущем хочу идти в военно-морской флот. Я заинтересован в этом, мне интересно все это. И вообще армейское дело меня интересует. Как оказалось, заинтересованы армейским делом не только парни. 30% участников турнира – девочки. Некоторые испытания им дались трудом. Я играла первый раз. Достаточно тяжело натягивать тетиву. Но в принципе интересно. В этой игре используются стрелы с безопасными наконечниками. Оборудование не из дешевых и было закуплено специально для этого проекта. Идея создания турнира возникла год назад. Воплотить всю жизнь удалось благодаря грантам. Общей суммой в 300 тысяч рублей. За осень соревнований уже прошли в четырех районах Тюменской области. Команда победителей будет определена одна. И со всех турниров, со всех этапов, будет из пяти команд победителей, мы выберем ту, у которой большее количество баллов. И она получит поездку на базу военно-морского флота в город Севастополь. Ребят ждут экскурсии на военные корабли, базу подготовки военнослужащих и многое другое. Перелет, проживание и питание за счет организаторов. Договариваться на самом деле было несложно. О нас уже знают, в принципе, по всей России, знают, какие проекты мы проводим, что интересные, интересные детям. И поэтому идут на встречу и на такие объекты нас пускают. В следующем году проект «Команда ДВ» пройдет в 15 районах области. Общественники выиграли президентский грант общей суммой 1,8 млн рублей. В планах выйти на федеральный уровень. Анастасия Нахрачева, Сергей Кондаков. Тюменское время.